Добрый день, друзья! Вы на канале Интересная История. Помните, как еще совсем недавно так называемые братушки из Болгарии отказались от Южного потока? Причем это произошло так пафосно с их стороны, когда гегемон из-за океана приказал, болгару сразу же взяли под козырек. Потеряли они очень много, ничего не скажешь. А что же получили за такое самопожертвование? Да ничего, если не считать дружескость нескодительного похлопывания по плечу от хозяина. На момент истины не заставил себя долго ждать. Не зря индейцы верят в карму, вот она и настигла Болгар. Когда Россия начала прокладывать турецкий вариант через Грецию, в Франции и Болгарии моментально начался переполох. Мол, а как же мы? Ведь мы лучше греков. А чем вы лучше греков? В общем, в России мгновенно снаряжается делегация из Софии. Все ее члены слезно умоляли российское руководство и Газпром создать отросток трубы через их страну. Потом был совместный брифинг нашего Путина и их премьера Бойкова. Тот сильно извинялся за ошибки, клялся не повторять и предсказуемо запел классику. Мол, я очень благодарен, что на нас не держи зла в этом поводу, но старшие всегда больше прощают. В ответ услышал от Путина нечто непривычное, хресткое, но честное. Дескать, меня очень смочают разговоры, кто старший, кто младший. В том смысле, что старших все время побуждает заплатить. Но кто бы мог подумать, что это была лишь первая пакость со стороны братушек. И вот не успели еще слезы и счастье высыпнуть на болгарских правителях, когда они снова взялись за свое запакотить до России. Когда Россия пожелала получить оплату за газ в рублях, вся старушка Европа стала на дубы. Однако подавляющее большинство стран ограничилось вариантом бла-бла-бла. Кто-то решил подождать, кто-то согласился на оплату в рублях, а некоторые отказались официально. Те по Курляндии, Польше и, догадайтесь, правильно, Болгария. Судя по всему, Софии элементарно не поверили в серьезность намерения России. Решили, что все это блеф, а раз так, нельзя упустить возможность выслужиться перед заокеанским хозяином. Выслужились по полной. И с 27 апреля Россия перекрыла хитрым болгарам вентиль, что ввергла чумушь в состояние гроги, а прими европетков в отставку. Такое-то время братушки держались, мол, нас Амеры жиденьким газком напоят. А так хозяевам нет дела до проблем о вслуге. Сами крутитесь. И вот в Софии мы все заговорили о новых переговорах по возобновлению поставок уже на наших условиях. А куда деваться? Бартошки искренне полагают, что все пройдет, как обычно. Они прилетят в Москву, посыпят голову пеплом, скажут, что без попутыл и тому подобное. А старший товарищ снова все простил. Но не тут-то было. Теперь все иначе. В ответ на разговоры о переговорах появилось заявление Сергея Пушкова. Это известный политик, сенатор, глава комиссии по информационной политике. Поговорит, что он вхож в самый высокий кабинет Кремля. В общем, очень серьезный человек, который просто так ничего не скажет. И вот что он сказал. Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась. Провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа недружественному, то есть враждебному государству. Тем более, что она сама от них отказалась. Не прибавить, не убавить, что говорится. Особенно понравился термин враждебное. Пора уже называть вещи своими именами. Время нашей вечной толерантности наконец-то прошло. Сократив потоки до минимума, мы уже прекратили поставки в 12 стран. Вот и славно. Пусть братушки долгой холодной зимой смотрят в замерзшее окно, дыша на пальцы и вздыхая. Ведь все было так хорошо. Почему же сейчас так плохо? Продолжение следует... Продолжение следует...